В Северной столице во Дворце искусств Ленинградской области по благословению епископа Выборгского и Приозерского Варнавы состоялся рождественский концерт за Вифлеемской звездой. Мероприятие организовали совместными усилиями Всеволожское благочение Выборгской епархии и администрация района. Мероприятие Свободных мест в 2000-м зале И это неудивительно. В концерте приняли участие Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица», сводный хор детских коллективов Ленинградской области и воскресных школ Выборгской епархии, театральная студия «Верю», детский фольклорный ансамбль «Конарейка». Каждый концерт на самом деле это больше похоже на служение. А если взглядеть глубину самого концерта и смыслов, то даже богослужение. Ибо в этих концертах мы прославляем Бога. А что такое прославление Бога, как не сама литургия, что переводит Евхористо, Евхаристия? Конечно же, она отличается от Евхаристии, которая находится в храме. Но посмотрите, дом искусств, как большой дом, где прославляется Бог. Со сцены звучат первые слова «Евангелие». Какой концерт начинается с Евангелия? Вы видели где-нибудь концерты, которые могут начаться «Вначале было слово» или «Си ангел сказал вам». Это же начало богослужения. А потом в этом богослужении открывается музыка, ангелы поют «Слава тебе, Боже наш, слава тебе, славашний мир на земле». То есть здесь и все это составляет одну единую цель – прославить Бога. А значит, это и есть богослужение. Концерт стал примером благотворного взаимодействия светской власти и церкви. Вот этот проект, он как раз и несет слово «Благовестие». Он несет весть о Рождестве Христовом, которая, во-первых, звучит на сцене, светской сцене. Это огромное достижение нашего сотрудничества сегодня церкви и государства. Потому что это может быть доходчивая, как сказать, площадка для тех, кто еще не может прийти в церковь. И проповедь о Евангелии звучит языком музыки. И она, несомненно, доходит до сердца и разума всех, кто сегодня слышал нас. Храни Господь вас Рождеством Христовым. Те коллективы, которые сегодня были с нами – это громадный труд, это титанический труд наших педагогов, хармейстеров и, естественно, их директоров школы. Потому что они вместе с ними приехали, они их поддерживали. И, конечно, это очень дорогого стоит. Потому что детям будет что вспомнить. Они понимают, к чему стремиться. И прекрасное всегда притягивает больше, чем плохое. Поэтому мы, наверное, становимся таким образцом для подражания другим детям, куда нужно стремиться в этой жизни. В следующий раз мы приедем во Дворец искусств в мае на концерт, посвященный Светлому Христову и Воскресенью. Продолжение следует...